Хочу сказать, зачем мы пришли в это место разврата, Содом и Гоморру. Чтобы людям возвестить самую радостную весть, какая бывала когда-либо. О том, что за наши грехи умер Иисус Христос на кресте и воскрес для нашего оправдания. Если мы каемся и обещаемся никогда этого не делать и не делаем. Что делали раньше? Слышь, Старик, а ты это, не к Иегову относишься. Как? Не к Иегову относишься. Ну как нет? Ну вы нормальный мужик, вы же знаете. Свидетели Иеговы, это еретики, сектанты. Они рукой не крестятся. Ни баптисты никто, а я крещусь рукой. Дальше, они безбородые, я с бородой. Ну явно дело, что... Я переключился, потому что я в этом только не говорю. Ну вот теперь-то вы включились. Видите, иконы, посмотрите, в храме все с бородами. Староверующие? Да. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя. Лгать, пить, курить, материться и воровать. Тогда первый разговор. В деревню находится. А? Где эта деревня находится? Алтайский край. Я в Баррауле нахожусь. А я в Томской области. Ну это недалеко, соседи наши. Да? Соседи. Да. И вот мы пришли сюда людям рассказать о Спасителе Христе, не религию. Тут много мусульман, процентов 90. Я им говорю, я говорю, а зачем вы здесь? Ну вот, познакомиться. Чего знакомиться? Ты познакомился дома? Четыре жены разрешено тебе официально иметь. И за каждую колы им платить надо. А тут 44, голые, и ни копейки. Вот вы, я говорю, южные жеребцы на северных кобылах и пашете тут. А они смеются. Я говорю, не смейтесь, раз братья кимсарцы, боже, не войдут. Мало еще кто разрешает. У Адама одно ребро было взято, Бог взял. А не четыре выломал. Правильно. Чего это? Много там деревни построили вообще? Ну, не много, но главное, что получили статус официально. Это очень непросто. 31 тысяча сел в Российской Федерации разрушено. 31 тысяча полностью исчезли. И мы вот получили статус. Мы строим сейчас, построили церковь, школа у нас есть, государственная. Дорогу сами делаем. Государство ни рубля не дало. Ну, учителя получают. Они жадные сильно. Да, да, да. Они очень жадные. Интересно, учителя мизерно получают, а их глава, который ежемесячно, 3,5 миллиона. Да что за зарплата? Медведев же, по-моему, сказал, что учитель – это призвание. Это депутат, это тоже призвание. Ну да, призвание что? Без совести жить? Как? Без совести жить. Да? Я вчера направил 4 письма. Одно президенту Путину, а одно в Государственную Думу, дальше в Министерство юстиции и Генеральному прокурору. Об одном и том же деле. У нас в стране запретили официально свидетелей Иеговы. А Тианю у них где-то 470 молитвенных домов. Я написал, что государство не теократическое. Эти люди в среднем взять наших православных, 100 их, надо же сравнивать нельзя, насколько они лучше наших. Они не пьют, они не курят, они оружие в руки не берут. Они ничего не нарушили. А Конституция дает право веровать или не веровать. Я все статьи указал. Ну и написал, что вы же делаете неправильно. Один был такой, назывался он у них пастор, в Германии не Мюллер, при Гитлере. И он говорит, «Когда пришли арестовывать коммунистов, я не коммунист. Когда стали арестовывать евреев, а я не еврей, я молчу. Профсоюзный деятель, а я не профсоюзный деятель, но когда пришли арестовывать, меня уже никого не было. И заступиться было некому. Поэтому я заранее хочу, заступаюсь». «Свои погоны есть, чтобы если что, сразу погоны переменил, все и другой верой». «Поэтому, хотя они еретики, но с ними поступили неправильно. Я подал голос». «Понятно. А что, получается, далеко, да? Ну, недалеко от нас. А у вас там что-то, лес есть? Охота там, тайга занимается? Есть. В мире есть, кажется, за четыре ленточных бора шириной 10-15 километров и сотни километров лента идут. Так мы живем между двумя этими. Тут Космолинский, который и Шарчинский. Мы посредине. Ну, у нас березовые рощи, у нас грибы, рыба есть, пруды мы сделали, уже восстановили где-то пять прудов. Зарыбили. «Ахотой не занимается там никто?» «С чем?» «Охотой». «Зимой приезжают, летом-то как. Но мы добиваемся, чтобы нас сделали, как резервации какой-то. Но бывают там где...» «Из заповедника». «Из заповедника». Но нас сильно обижают бобры. Появились бобры, они плотины все разрушают и не знаем, что делать. Вот приезжайте, бесплатно отдадим всех бобров. «Я бы с радостью». «Я бы с радостью». «Вы имеете в виду». Вот мы сейчас разойдемся, и вы меня уже не найдете. Но я вам дам ключ, чтобы вы меня нашли в любой день. Запишите. «Игнатий Лапкин». «Игнатий Лапкин». Запиши. «А я не забуду, у нас есть такая фамилия». «Нет, забудешь, забудешь, Игнатий Лапкин. Послушайся меня. Давай. Володя, ты спросил, где эти брём, на той стороне, где дрова. Там вот такие вот, и длиной примерно отсюда вот такого места. А тут, притурить только. Я все заложил. Да? Он куда делся-то? Ушел? Да, я его выгнал. Ушел? Я его прогнал туда. Прогнал. Дурак. Как он это начал гонять? Ужас какой. «Игнатий Лапкин». В Скайпе. В Скайпе. Скайп такая есть система. Вот. А если вы зарядите сейчас, допишите «Во свете Библии», два слова добавьте. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это наш канал. На Ютубе. Канал огромный, ему равных нету. У нас 18 с половиной тысяч роликов. «Во свете что?» «Во свете Библии». 18 с половиной тысяч роликов. Представляете, что это такое? Ну, просмотров 44 миллиона. Ну, восстанавливайте, Бог вам хочет. Это Господь всё делает. И своим ничего не могу считать. У меня стихотворение, 4 тома, по 800 страниц. Я сегодня... А вот если зайдёте в сайт, не в Скайп, а в сайт, «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, вы там увидите всё, фильмы государственные на нас снятые, все книги, там море информации. Если «Мейл.ру», эти же самые слова, там у меня 24 тысячи фотографий о нас. То есть... На это обязательно посмотрю. Да. А вот на Ютубе, если зайдёте, там я отвечаю на вопросы студентам. Я вёл занятия в пяти университетах. И всё они сейчас... Я их выставляю. Вот сегодня я выставил одновременно 40, кажется, один ролик. Старые мои архивы распакованы. Я просил и молился, «Господи, дай мне помощников». И сразу 12 помощников Бог дал из разных областей. И сейчас те вопросы, которые у меня они выставили, на сайте ставят 55 папок. Мусульманство, православие, работа, культура, поэзия. Папка. А в ней вопросы. И вопрос ткнёшь, откроется уже тематика. Каждый вопрос я освещаю. Что по этому вопросу студенты задают? Что говорит Библия? Это вот... Вот это вот. Я стою за кафедрой. Что говорят святые отцы? А? Новый завет или старый? Это старый и новый вместе. Оно так и написано. Сейчас я даже покажу, где... Вот, смотрите. Книга священоприятия, и нового завета. Ну, понял. Вот если человек спрашивает, я не знанием своим должен блистать, а что Библия говорит? Я цитирую на память из Библии. А потом, что... Как эти места Библии понимают святые отцы? Это 300 томов. Толкование. И что говорят книга правил? 719 параграфов. И жития святых? 1173 биографии. И что говорят поэты? 300 поэтов России за 300 лет. Вы, может, слышали за такое вот, что, ну, как, рукоположные там... Да. Вот, у меня отец рукоположный. Вот. Он что рукоположный? Во что? Рукоположный бывает и по диакона, диакона, пресвитера. Кем он рукоположен? Не помню. Ему апостол Павел, вот, приезжал сюда, он руку на него возложил. Ну, он какое у него звание? Я тоже рукоположен, но я чтец. Он говорит, апостол Павел приехал, возложил на него руку. На кого? На него. Апостол Павел. Апостол Павел? Да. Он никого не рукополагает сейчас. Как он умеет все? Приезжал к нам апостол, тоже Павел был такой. Ну, они как пятидесятники, получается. Это для нас это сектанты, еретики. Церковь только там, где есть рукоположен от апостольских времен. Епископы рукоположили, епископы других. Если где разрывается, как вот у баптистов, в 1609 году сам себя Джон Смит руки положил, и рукоположил. Ну, что это, смех? Залез? Это никак. Вот поэтому к церкви относятся только католики церковь. Это одна церковь, ну, как говорится, разные ветви там. Православие, Григорияна Армянская, Апостоличная, Копты и Сирийские. Все пять. За этим дальше нет ни одного человека. Это вне церкви, хотя они хорошие. Это чисто 16-я голова. Это потомки Дафана, Аберона и Корея. Понятно. Ну, ладно, давайте. Ну, с Богом. Вас как звать-то? Андрей, Андрей. Андрей означает «храбрый» в переводе с еврейского. Так что не бойся греха, бойся, не кури нигде. Если видишь, обижает бедного, восстань. Тебе имя дано Андрей. Заступаюсь за людей. Ну, с Богом, Андрей. Храни тебя, Господь. Как вы живете? Ну, если на нашем канале был, как меня звать? Я очень, я плохо, я плохо. Помню, но я вас знаю, да. Я очень много смотрел. Я не видел, смотрел. Так, подождите, я плохо слышу. Еще раз, повторите. Вы поближе к микрофону, поближе. Тогда будет слышно. Да, подождите. Ну-ка. Я не раз слышал, что сказали. Я очень много смотрел про вас и очень много видео. Я не видел про вас. Да? Да. Понятно. Вот тут телефон мешает. А тут, смотрите. Ну, если у вас духовные вопросы есть, о Боге, о вечности, о смысле жизни, то я могу вам попытаться ответить. Блин, я, если честно, у меня очень много вопросов и я хочу очень много... Вот если вам потребуется встреча, вы меня не найдете. Надо ключ дать вам. А ключ такой. Игнатий Лапкин. И в скайпе вы меня сразу найдете. Да, 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 да. И, блин, я очень-очень много видео смотрел. Постоянно. У меня даже... Ну вот. Пожалуйста. Да, я очень много смотрел. Как вы питаетесь, здоровый, у себя там, в избушечке. А вы заходите по скайпу, и там мы побеседуем. Приготовьте вопросы, постараемся утешить душу. Я очень плохой человек. Напрасно вы тут раздеваетесь, ждать блудность не надо здесь. Здесь прям... Ну, я так понимаю. Пьют все сидят, обязательно пить надо. Банки у них пьют. Я говорю, вы пытаетесь блудный огонь затушить геенский, не удастся. Надо жить свято, чисто. Для Бога. Я хочу, чтобы мне... Блин, я хочу с вами пообщаться очень... Ну, давайте по скайпу, Игнатий Лапкин. Вы прямо вот сейчас, через час можете уже заходить. Обалдеть, блин. По скайпу, Игнатий Лапкин. Я сейчас вживую вижу. Вас как звать? Звать как? Сергей. Сергей? Это, знаете... Это просветленный вроде как-то... Такой... Да. Вот так. Ну, надо отмечать на назначение даже имени. Вот я, Игнатий, переводится с греческого неизвестный. А с латинского огненный у меня все сходится тоже. Обалдеть. Я первый раз сейчас вас увидел, он не ошибается. А вы бороду-то не бреете. Будете похожи уже на мужчину. А так зачем? Это скоблицы. Не надо. Мужчина? Это скала. Это знак власти над женщиной. Она понимает. Это мужчина. А две мамы в один дом зачем? Я мужчина. Ну, ладно. Давай, Андрюша, заходи, побеседуем. Не пожалеешь. С Богом. Спасибо, Игнатий. Спасибо вам большое. Не курите, себя не сокращайте в жизни. Спасибо. Табак на 12 лет укорачивает жизнь. С Богом. Спасибо. Благодарю. Когда человек живет согласно того, что Бог сказал, тогда дела идут так. А когда человек не верующий, дела идут так. К сатане. Ты по Библии живешь, да, дед? Да, дед. Дед так живет. Нравится? Очень нравится. 57 лет так живу. Кушать есть на чем? Мне 81 год. И что? Ну, означает, что я уже за грань зашел и не раскаиваюсь. Я заплатил дорогую цену за мою веру. Меня сажали. Меня сажали за это дело. Я пять тюрем прошел. Я ввел... Как ты в интернете оказался? Ну, один у нас умер, парализованный был. Он две... Два ролика здесь сделал. А что у тебя это? Я пришел... Принести светство. Только не ругайтесь. Не ругайтесь. Я не ругаюсь. Я знаю. Я пришел сюда, чтобы в этот Содом и Гаморру принести библейский свет. Рассказать, что Иисус умер за нас. И воскрес. И ждет с покаянием. Мы пришли, как врачи, к больным. Так. Ну, вот мы здесь и находимся. Что еще я должен узнать от тебя? Ну, дальше что вы знаете? Смысл жизни в чем заключается? Сразу могу сказать. Чтоб душа твоя не погибла. Возлюбить Господа Бога всем умом, всем сердцем. И ближнего, как самого себя. Вот вы хотите вопрос какой-то задать? Политика, экономика, что будущее будет? Как душу спасти? Можете задать вопрос. Я готов. Как душу спасти? Как что? Душу спасти? Уверовать во Христа Иисуса, который распятый. Рассказать от Него. Умер за наши грехи. И ждет нас. Я понимаю, что Он умер за наши грехи. Как душу спасти? Да. Чтобы мы поверили, покаялись перед Ним. Он наши грехи снимает с нас, когда мы каемся. Я могу объяснить, почему люди в рулетке пьют какую-то жидкость все время. Пытаются. Разницы нет. Погасить блудный огонь и будущую гигиену. Которая уготована за то, что здесь делается. Я сейчас одному только рассказывал, грамотному человеку. Тут процентов 90 мусульмане. Процентов 50 раздетые лежат мужики. А анонизмом занимаются. Всякой гадостью. Я с тобой согласен. Вас как звать-то? Александр. Александр означает защитник. Саша? Да, Саша. Защитник по-русски. Я Игнатий Лапкин из Барнаула. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81 год. Город Барнаул. Алтайский край. Очень приятно, Игнатий. Лапкин? Да. Если вы знаряете Игнатий Лапкин, в скайпе вы на меня выйдете. Я один с этой фамилией. Запомните. Я могу сгодиться вам. Хорошо. А вот если зарядите еще и во свете Библии, то это наш YouTube канал. У меня канал большой. 18,5 тысяч роликов. Ничего себе. Да. И просмотров 44 миллиона. О, Господи. И зарабатываете вы тоже. И не зарабатываю. Я ни копейки нигде не зарабатываю. Нигде. Я делаю все доставок. А рекламы нет? Реклама есть. Но так как мы очень тяжеловесный канал-то, мы стараемся не трогать ничего. Там есть что-то. Говорят, что есть. Говорят, вам насчисляют. Я говорю, администрация пусть забирает. Лишь бы она стерпела. А на что вы живете? На пенсии? Пенсия. 8 тысяч. 141 рубль. 33 копейки. И на этом вы живете? Ну, сейчас добавили. Уже 11 тысяч. О, ничего себе. Вы разгуляетесь, ё-моё. Да. Ну, как? Я не пью, не курю. Дальше мы посты все соблюдаем. Вот. Я начальник детского лагеря. И помогает иногда организация. Мука там стряпаем. Я директор этого лагеря. 48 лет. И бывает, у нас что-то остается. И у вас зарплата есть? Нет, зарплаты нет. Я бесплатно делаю. Мне продуктами иногда помогают. Мука, крупы. Поэтому у меня мука есть. Мы хлеб сами стряпаем. Помогают, а... Ну, остается что-то. Где гладите, люди? Кто хлеб пьет? Что? Кто хлеб пьет? Мне сколько лет? Кто готовит есть? Мне 81-й год идет. Блядь. Нет. Я не могу... Ты меня слышишь? Я слышу, но не совсем понимаю. Плохо слышу. Я тебе говорю то, что... Кто готовит еду? Готовят еду. Мы сами готовим. У нас целый персонал. Ты готовишь там? Обслуживаю. Да. У меня... Со мной живет духовный сын. Мой готовим. Мы встаем 4.40 всегда. Утренняя молитва. По интернету мы с разных стран собираемся. Занятия идут в интернете у нас трижды в неделю. Вот если вы зайдете... У вас севта, я так понял. Если по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, я скину наши ресурсы. Нет, спасибо. У вас севта? Нет, мы православные. Сектанты рукой не крестятся. Бороды нету. У меня брат священник. Вот это патриархия, где мы храм построили. Вместо в монастыре, дедушка. Мы с нуля строим православную деревню. Нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ни одного аборта нет. А пить раба можно? А? Раба пить можно? Ну там у нас разводят и скотину, и все. Нет. А кто на вас работает? Сами работают. У нас же сельское хозяйство, 430 гектар земли. За свиньей кто убирает дерьмо? Ну так, каждый убирает. Кто убирает? Ну, только без руганий, чтобы... Я без руганий. Кто убирает какашки за свиньями и за коровами? Ну кто сам? Хозяин кто? Там же люди живут. Я-то живу в городе. А, в каком городе ты живешь? Барнаула, Тайский край. А, в Барнауле, да? Барнаула, Тайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Понятно, понятно. Вас как зовут-то? Если уметь сказать еще, дед. Что сказать? Сказать. Вас как зовут-то? Я же говорил. Александр? Да. Это защитник. Так защищай себя от табака, от блуда. Пойди в храм. А почему ты, дед? Скажи, почему ты табак? Ну ладно, ладно, ладно. Я чувствую, сейчас будешь ругаться. До свидания. Всегда вниз. К сатане. Мы не просто верующие. Мы в руках и в сердце держим вот это сокровище. Библия. Так. Да, Библия. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вам было бы это очень интересно. Если вы зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин, по скайпу, вы на меня выйдете.